Доброе утро! Вы слушаете Финам.ФМ. Меня зовут Елена Лихачёва. Здравствуйте! Две девицы под окном, да поздно вечерком. В общем, многие думают, что современные девицы до сих пор, собираясь вместе где-нибудь вечерком, за рюмочкой чего-нибудь, обсуждают бренды до мальчиков. Нет, я не знаю, может быть, я каких-то особенных девиц встречаю у нас здесь в программе, ну и не только в программе, но мне кажется, современные девицы имеют предмет для беседы гораздо более интересный. Во всяком случае, наши гости уж точно. Доброе утро, Наталья, Ксения! Здравствуйте! Доброе утро! Спасибо огромное за то, что к нам сегодня пришли. Давайте сразу скажем нашим слушателям, что вам всего лишь 23 года, да? Да. Ну и выглядите вы при этом, не знаю, лет, наверное, 17. Совершенно очаровательные девушки. Я бы посоветовала нашим слушателям зайти потом к нам на сайт и посмотреть, не только послушать это интервью и посмотреть, просто получить эстетическое удовольствие. Девушки, а вы специально так подбирали, чтобы одна светленькая, а другая черненькая? То есть вот на вас сейчас я смотрю, и такое ощущение, что вот из вас можно было сколотить бы не просто какую-то бизнес-команду, да, а, например, там какую-то очень популярную поп-группу. И она была бы весьма-весьма успешна. Не пробовали? Да нет, как-то так. Специально не подбирали, просто жизнь и судьба свела. Да, поэтому сейчас это очень хорошо гармонирует. Сколько лет уже вашему стартапу? Год. Всего лишь год. То есть вы находитесь на самом первом, в принципе, таком... Да, первый год выдержали. Молодцы, уже можно поздравить. Это уже, я считаю, для вашего возраста уже такой опыт. И даже если, ну, не дай бог, конечно, что-нибудь вы как-то там потом переориентируетесь, годичный опыт существования компании уже, наверное, история успеха, правда ведь? Давайте расскажем о том, как вы выбирали себе то, чем вы будете заниматься. 22 года, да? Вы решили делать свое. Как? Как это произошло? Ну, на самом деле, лично для меня бизнес — это сфера своей реализации. И с первого курса я уже мечтала создать что-то свое. Не могла работать в компаниях, получила какой-то опыт. А был опыт, да? Да, был опыт работы в банке и финансовой компании, они, потому что, в принципе, заканчивают экономический вуз, куда, как в эти компании идти. Но создавалось какое-то ощущение, что я не на том месте, не там, где я хочу быть. У меня все время какие-то идеи идут, идеи не воспринимаются, маленькая и все остальное. Было несколько проектов, которые были неуспешные, там, создание кафе какой-то, студенческие проекты. Вот, но идеи все равно рождались постоянно. И мой молодой человек, он учился в Англии. И постоянно мне говорил, давай будем помогать студентам. Ехать в Англию. Я помогала друзьям тоже ездить за границу. И тут неожиданно поступает приглашение о работе в конституционное агентство. Я подумала, это судьба. И в процессе поняла, что это очень интересно. Пригласила Наталью тоже в это конституционное агентство. Мы вместе стали развиваться. И спустя полгода работы, когда тоже возникли небольшие проблемы с начальством, что идеи не воспринимаются, все работаем по старинке, хотелось что-то нового, креативного. Мы решили создать свое, где у нас не будет никаких барьеров, преград для саморазвития и для реализации. Спасибо большое, Ксения. Наталья, у вас примерно такая же история. То есть вы тоже имели какой-то опыт уже в 23 свои года, и каких-то неуспешных стартапов, и наемной работы, и того и другого? Неуспешного стартапа не было, но был достаточно большой опыт именно работы в международных компаниях. Работала с первого курса практически сначала на неполный рабочий день, потом на полный. И вот была тоже идея уже самой поехать учиться, хотела в магистратуру поступать, в другую страну. Потом как-то судьба меня от этого отвела. Я подумала, что раз уж я сама не смогла, и у меня так не получилось, надо, наверное, помочь тем, кто действительно этого хочет. И вот, соответственно, поступило от Ксении предложение, мы начали работать. Как психологи, да, люди, которые не могут решить свои собственные психологические проблемы, идут на психологический факультет для того, чтобы помогать решать их другим. И, может быть, попутно где-то и себе. Хорошо, вы каким образом выбирали именно тот аспект, в котором вы будете работать? То есть вот ниша, она достаточно узкая, да, образовательная программа за рубежом. Я так понимаю, что вы её где-то ещё и сузили. То есть вот у вас ниша прям совсем такая узенькая. Да, мы её сузили тем, что мы только в Англию. Мы отправляем, то есть только в Англию и на лето ещё Мальту. Но основное, почему выбрали именно такую узкую нишу, это то, что опыта ещё не так много, как у, возможно, конкурентов или других людей. И мы делаем только то, в чём мы уверены на 100%. В Англии мы с Натальей были очень много раз. Мы лично знаем всех наших партнёров. Мы лично путешествовали очень много, поэтому очень много, что клиенту можем рассказать. В принципе... Вы, когда мониторили ситуацию наверняка, да, перед тем, как вот стартовать именно вот эту такую, прямо скажем, узенькую нишу, вы что для себя поняли основной именно о российском рынке образовательных услуг, да, за рубежом? Ну, поняли в основном то, что сфера действительно достаточно интересная. Очень много программ предлагают школы в Великобритании, которые не предоставлены на российском рынке, да. То есть все программы в основном там общие, общего английского языка, но есть очень много программ таких-то, как английский плюс кулинария, плюс фотографии и так далее. То есть более специализированные. И мы решили, что действительно было бы интересно предлагать как бы программу по интересам и по хобби наших клиентов, да, то, что может быть не так развито на нашем рынке в России. И какие же интересные хобби сейчас выстреливают больше всего в так, вкупе с английским? Со спорт. Очень многие люди, да, хотят поехать. Путешествия. То есть совмещение путешествия и изучение английского языка. То есть у нас есть такие программы, когда, допустим, изучение английского языка в музеях Лондона. Вот. То есть посещаете музей и одновременно учите английский язык. Вот. Какие-то такие вещи, когда не просто сидишь за партой, всем надоедает уже и тут учиться студентам, да, школьникам, вот. А там ты приезжаешь и именно погружаешься в среду. Учишь любимую кулинарию, там, занимаешься фотографией, занимаешься дизайном каким-то креативным, да, путешествуешь и в процессе практикуешь. А кто ваши клиенты? Ну, наши клиенты, наша основная целевая аудитория — это студенты, да, так как мы сами недавнем прошлом студенты, есть достаточно хорошие контакты в ведущих вузах, в вузах Москвы, то есть и нам гораздо проще общаться с студентами, потому что мы с ними на равных, да, на равных, то есть мы можем что-то посоветовать, они нам при этом доверяют. И также очень сейчас актуально стало это детские программы, то есть также, которые совмещают обучение с развлекательными, экскурсионными программами, то есть и взрослые тоже. Я вот, знаете, насчет, сейчас мы вернемся к детским взрослым программам, действительно тоже очень интересная тема, но вот насчет студентов я, честно говоря, не очень понимаю. Вот если бы я сейчас была студенткой, да, и мне было там лет 20, да, вот вряд ли бы меня заинтересовало, даже если бы у меня был очень там богатый папа, и я бы ехала не на свои деньги, да, я так понимаю, что все-таки есть какая-то определенная часть студентов, которые едут на свои кровно заработанные, так вот тем более, если бы я поехала там на свои деньги, и даже если бы на папину или на мамину, я бы вряд ли стала совмещать обучение английского языка с кулинарией, например, там, да, вот вряд ли, честное слово, потому что я все-таки, я там через год-другой я собираюсь выпускаться, да, у меня есть определенная профессия, у меня есть определенный вокабуляр, который нужно бы подучить, например, там, если я собираюсь быть экономистом, есть экономическая тематика, которая на английском, в общем, достаточно сложна, она специфична, вот, я бы лучше туда, я поэтому все-таки не могу понять, вот из этих студентов это все-таки какие-то богатенькие, у которых богатенькие достаточно родители, которые там плюс-минус, там, 5-7 тысяч евро, это, в общем, не проблема, ну, там, хочешь на фото, давай на фото, ну, заодно английский получишь, вот это как-то так, или есть разные там направления в этих студентах? Есть достаточно целеустремленные студенты, которые учатся, например, в экономических вузах, для них созданы программы, например, английский в сфере менеджмента, в сфере HR, в сфере All&Gest, то есть все зависит от того, на какой специальности учится студент, то есть это программы, именно, вот, как вы сами сказали, которые позволяют улучшить, увеличить словарный запас, да, в определенной сфере, либо, там, если это для предпринимателей, то, там, научиться делать презентации на английском языке, то есть это действительно такие практические занятия, которых в вузах не всегда дают этот материал, при этом все это на английском языке происходит. Ну, хорошо, если за 100% ваших предложений мы возьмем наиболее востребованные, вот, уже проданные, да, за последний год, это все-таки какого направления вещи? То есть мне вот интересно, наиболее популярные какие? Это все-таки интенсивный английский. Интенсивный английский с каким-то еще там... Нет, больше все-таки интенсивный английский, то есть это люди, которые хотят поехать, побыстрее выучить английский язык. Погрузившись в среду, да, погрузившись в среду, взять максимально от курсов, от поездки, в принципе, ну, то есть не то, что не жалеют денег, да, английский не настолько дорого, как кажется, с первым-первых взгляд, но именно взять по максимуму. Вот, и вы немножко неправильно сказали в плане того, что фото и немножко английский. Нет, наоборот, английский и немножко фото, английский и немножко там что-то еще, там, вертелфинг или еще. Ну, так все-таки, вот работают такие фишечки или нет? Я просто спрашиваю, знаете, так прицельно, может, я там сама в следующем году открою так. Они, конечно, работают. Вот, то есть они все-таки работают, но если вы говорите, что тем не менее остается наиболее востребованным курсом, это все-таки просто интенсивно английский, да, когда человек ни на что другое не отвлекается, а просто учит, погружаясь там в среду, там, в английскую, учит, 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 разговаривает, 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 слушает, слушает, понимает, старается. То есть вот если по-прежнему востребован только это, то зачем тогда вот эти все остальные фишечки, на которые уходит много сил, время, только чтобы сформировать это предложение, представить его. А популярный все равно интенсив. Просто интенсив популярен в первую очередь, потому что очень много людей, они немножко пока не определились, так как основная целевая аудитория — это студенты. Не все студенты уже на втором, на третьем курсе, они понимают, чем они хотят заниматься в дальнейшем, что они хотят заниматься HR или маркетингом. Поэтому для них это первый опыт, который просто позволяет погрузиться в среду, понять, как там учат английский, чем у тебя результаты этой поездки, и потом уже в дальнейшем вторая поездка, она может быть более специализирована. То есть это такой начальный этап, да? А многие возвращаются после интенсива уже для того, чтобы продолжить? Да, ну вот просто курсы, которые фото там или кулинария, или еще что-то, это уже для людей больше, во-первых, у кого английский уже на довольно-таки хорошем уровне, да, и для тех, кто... Вот молодежь сейчас очень многие различны увлечениями, да, и это именно курсы для тех, кто не хочет просто провести каникулы, изучая английский, а кто хочет немножко в другие стороны пойти. В принципе, такой рынок тоже есть. Он не так развит, как интенсивный. Всем легче всего выбрать то, что привычно, то, что предлагают все, то, что они уже услышали у других агентств, да, и привыкли. Привычно не всегда плохо, всегда хочется что-то креативненького, мне тоже всегда хочется креативненького, но то, что привычно на слуху, и то, что работает, это не всегда плохо. Нет, конечно, это не всегда плохо, и мы это тоже видим, но тот рынок тоже есть. Он, конечно, занимает где-то 20-30%, да, те курсы, которые мы сказали, но люди все равно едут и остаются очень довольны. То есть, в принципе, да, вот если, например, кто-то из ваших подруг, друзей открывал бы подобного рода агентства, ну, то есть начинать-то все-таки нужно с привычных, обычных таких вещей, вроде интенсива, и если уж ехать, то, ну, Англия, Мальта, да, это действительно правильно, такой самый привычный, в хорошем смысле слова, выбор, где действительно много предложений, и вот там интенсив — это то, с чего стоит начинать. То есть это заработает 100%, правильно? Ну, в принципе, да, но тут в большей степени заработает то, что ты должен понимать, что ты продаешь. То есть нельзя просто взять в интернете, найти 20-30 школ английского языка, если вы набьёте в Гугле английский язык в Англии, там вывалится просто миллион предложений, и нельзя просто взять эти школы и всем рассказывать, вот это хорошее, вот это хорошее, вот это хорошее, потому что Англия — это страна маркетинга, и там все хорошие, там картинки красивые, вроде бы все предложения одинаковые, поэтому сложность именно выбора, и самое главное — это понимать, что куда ты отправляешь человека. Вы сказали, что вы много раз были в Англии, знаете всех своих партнёров, давайте действительно расскажем о том, каким образом узнавать то, с чем ты потом собираешься работать. Вот в вашем случае, как вы это узнавали, как вы знакомились, потому что, ну вот я себе могу представить ситуацию, там такие две маленькие, можно сказать, девушки, да, извините, но что есть, то есть, да, то есть жизнь, конечно, это поправит через какое-то время, что, в общем, жаль, вот, но, видимо, вам приходилось сталкиваться с некоторыми сложностями, да, признакомься со своими потенциальными партнёрами, доказывать им что-то, да, показывать какие-то результаты, особенно пока их ещё не было, особенно этих результатов. Ну, началось всё с того, что вообще, как бы, школы, да, Великобритании, они аккредитованы посольством Великобритании, то есть для того, чтобы стать школой, которая может предлагать свои услуги на международном рынке, да, они должны пройти определённые, там, аккредитации, да, вот, соответственно, также эти школы организуют всевозможные ярмарки, выставки у себя там в Англии, либо там выездные, также в Москве не проводятся. Вот мы с Ксенией были как раз на такой самый, наверное, большой из таких выставок, которые в Лондоне проходят, где съезжаются все школы не только из Англии, да, но и из других стран, то есть есть возможность познакомиться напрямую, пообщаться с каждым из них, то есть это был самый такой первый шаг, и уже имея определённые контакты после этого мероприятия, было несколько поездок по школам, по регионам, да, то есть, например, Англия на севере, Центральная Англия, Побережье и Лондон. То есть в чём эти поездки заключаются? В том, что каждый день мы смотрим по несколько школ, там, например, по пять школ, приезжаем, нам покажут, где учатся студенты, где они живут, есть возможность прийти на урок, просто посидеть, послушать, как материал преподают, есть возможность поговорить с каждым, да, напеременить с человеком, там, сказать, что тебе нравится, что не нравится, потому что получить информацию с первых уст, это всё-таки важнее, да, чем послушать то, о чём говорит представитель школы. То есть по этому критерию и выбирали то, что нам нравится, и что мы хотели бы советовать нашим клиентам. А вас воспринимали всегда на полном периоде? Нет, не всегда, далеко. Ваш возраст. Далеко не всегда воспринимали, и на этой выставке, когда мы были, нас больше сначала воспринимали как менеджеров, ну, то есть очень многие компании отправляют своих менеджеров, да, начинающих, на то, чтобы они поучились. И в первую очередь нас так и воспринимали, но потом, когда видели как в документах, да, кто мы, в принципе, сразу, ой, сразу появлялся, на самом деле, гораздо больше интерес, чем просто к менеджеру, потому что этот рынок очень имеет долгую историю, в принципе, уже, да, и большинство игроков — это уже люди, которые 10 лет назад организовали компанию, и, в принципе, так и идут. Вот, а новых игроков довольно-таки мало именно молодых, потому что такой необычный бизнес для начинающего стартапа. Поэтому они очень подходили к нам с трепетом, с таким, что новой, какая-то новая жизнь в нашей сфере. Новая кровь. Да, новая кровь. Вот, поэтому им очень нравились наши идеи, то, как мы подходим, то есть то, как мы продвигаем их компанию через различные социальные сети, да, то есть немножко другие подходы и в продвижении, и в остальном. Поэтому от компании было только приветствие, уже это за нашим делом было выбрать себе школу, потому что они-то все готовы работать, но нам главное понять, кто из них будет делать то, что они обещают. То есть, правильно я понимаю, ни о какой, уж тем более там дискриминации, но даже о каком-либо неуважительном отношении речь вообще не шла. С той стороны вообще, никогда. С той стороны никогда. Ну, то есть в Англии мы никогда нигде из себя не чувствовали. Да, вы молодые, вы такие, но никогда не было ничего такого, чтобы... Вы подчеркнули в Англии, чувствовали в России? В России бывало. Да, потому что слишком молодые, да? Да, потому что слишком молодые, потому что есть у нас налоговые органы, банковские сотрудники, где как бы это чувствуется, действительно. Ну вот да, я неоднократно сталкивалась даже с некоторыми нашими гостями. Я вот просто не знаю некоторых парней, которые специально отращивают себе бороду, чтобы как-то скрыть там то, что всего лишь 22 года, но при том, что там талантливый очень парень, и у него какая-нибудь там компания, у которой уже миллионные обороты. Но вот ему это всё даётся очень тяжело, потому что никто не воспринимает всерьёз. Ему всего лишь там 21-22, амбиции уже там лет на 40, допустим. Но вы с этим сталкивались пока ещё в минимальном объёме, в минимальном количестве, да? Ну, в общем, пока можно терпеть, можно выживать, да? Хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, когда вы были в Англии, были ли какие-то школы, которые вам не понравились? И если не понравились, то почему? Вот когда понравились, ладно, там всё понятно, критерии понятны, да? А вот что может не понравиться? Вот расскажите о школах, которые вы вычеркнули из своего списка. Да, были такие школы, которые мы вычеркнули. Но прежде всего это внешнее состояние школы, да? То есть картинки — это одно, а когда приезжаешь на место, и там совершенно другое. То есть вообще отличается. То есть у тебя сразу первое впечатление очень плохое о школе становится. Потом ты, когда начинаешь общаться со студентами, понимаешь, что в этой школе учатся не дети, ну, не то что обеспеченных, да, родители, а те, кто работают в соседнем магазине уборщицами или кассирами, просто приходят позаниматься английским в свободное время, то как бы не очень хочется отправить сына какого-нибудь олигарха московского, да, где он будет учиться, вот. И третий момент, который довольно-таки сложно проверить, это проживание, которое предлагают эти школы. То есть это... Они не пускают в кампусы? А? Нет, не то, что они пускают, они пускают, в том дело, что когда общаешься с студентами, говоришь, в каких реально семьях вы живёте, и они говорят, что это далеко не английские бабушки, которые с тобой разговаривают по вечерам, а это... И читают дикипсов слух. Да, да. А это жители азиатских стран, вот, которые просто приехали в Англию, и это для них очередной способ заработать деньги какие-то дополнительные, вот, то как бы эта школа сразу очень много минусов в своей критерии, поэтому мы стараемся таких школ избегать, которые не соответствуют тому, что они обещают. Есть школы, которые предлагают дешёвые, да, варианты, вот, и говорят честно, вот у нас то-то-то-то-то-то, а есть, которые просто скрывают это за красивыми обложками, таких мы сразу ставим, нет, значит, в будущем будут нечестные партнёры. Скажите, а вот более-менее вменяемое предложение, ну, неизвестное, скажем, ну, хорошего уровня школы, да, ну, то есть, понятно, что если человек хочет попасть в школу с историей, да, там, многовековой, там, с каким-то имиджем, то там цены отдельные. Но если мы говорим о такой нормальной, добротной школе, может быть, даже не в пригороде Лондона, не в Лондоне, в другом районе, назовите, пожалуйста, вилку, сколько может стоить, например, интенсив, там, месяц? От до примерно? Месяц. Месяц примерно будет стоить 150 тысяч. 150 тысяч? Да, это всё, полный пакет, если смотреть с билетами, с визой, оформлением, да, проживанием и обучением. Слушайте, ну, это ещё более-менее как-то, это 5000 долларов получается, да, примерно? Да, примерно так. На одного человека у нас, это взрослый имеется в виду? Да, взрослый человек, да, дети немножко дороже, потому что там идёт полный пансион, идёт за детьми 24-часовой присмотр, да, поэтому цены повыше. Вот, для взрослого это примерно вот такая цена, но, естественно, Лондон чуть подороже, да, как вы сказали. А сколько, в принципе, вот школ существует, кто-нибудь читал, которые делают предложения для россиян? Это сотни, это тысячи? Я думаю, что это сотни. То есть это сотни школ, которые аккредитованы британским посольством. Естественно, что их гораздо больше, да, просто, ну, не те, которые соответствуют стандарту образования. А скольких людей вы уже отправили? Мы в прошлом году заключили около 50 договоров, чуть больше, вот, и сейчас вот у нас в обработке где-то 30 человек, которые вот в ближайшее время, вот, они должны уехать. Ну, в общем, поле для роста достаточно большое, и, в общем, если грамотно поставить дело, то есть можно открывать таких же стартапов, как вы, я думаю, достаточно много, да? Ну, в принципе, да. Школ достаточное количество, Мальту, конечно, ещё сюда, и сейчас поговорим, что ещё, какие страны можно было бы, да? Нет, конечно, здесь рынок очень конкурентный, то есть действительно конкурентов много, и фирма открывается каждый день и закрывается через день, вот, потому что театристические компании начинают заниматься этим, языковые школы начинают заниматься этим, да, здесь просто вопрос в том, какая у тебя есть аудитория, есть ли у тебя кому продать, вот, в принципе, школы найти не так сложно, и работать с ними тоже не настолько сложно. Вопрос именно в аудитории, на которой вы работаете. В клиентах. В клиентах, да, ну, как во всём бизнесе. Ну, в общем, да. Хорошо, как продать такие пакеты, да, таких вот образовательных услуг, как вообще продаются образовательные программы за рубежом? Давайте, опираясь на ваш опыт, и действительно расскажем нашим слушателям, во-первых, где вы искали ваших самых первых клиентов, да, как вы их ищите сейчас, и какая у вас стратегия на ближайшее время. Да, она наверняка есть. Ну, естественно, самых первых клиентов было достаточно сложно найти, потому что нужно было себя изначально как-то зарекомендовать, да, и наш бизнес, он строится только на доверии, на отзывах положительных наших клиентов, да, которые потом рассказывают своим друзьям. Поэтому самые первые наши клиенты – это наши знакомые, это студенты, с которыми мы учились вместе в институте, это дети наших знакомых, да, которые не побоялись довериться нам, да, и поверить в то, что мы, начиная там с самого нуля, отправим их действительно в хорошую школу, и они останутся довольными и выучат английский язык. Сейчас у нас немножко по-другому, да, строится привлечение клиентов. Вот я думаю, что Ксения расскажет. Да. Сейчас, ну, как мы уже сказали, у нас аудитория, да, в большей степени это студенты, и я непосредственно с ними и работаю. То есть я стараюсь работать со многими вузами, это с различными студенческими организациями, да, мы привлекаем, где мы рассказываем, что вот мы такие-таки это, давайте сотрудничать вместе. Также я одно время очень увлекалась развитием молодежного предпринимательства, существует у нас очень много сообществ, ездила на Селигер, вот, и, в принципе, в процессе появлялось очень много знакомых, визитки разлетались в путь, вот, и за год, в принципе, в течение года было очень мало звонков, да, сейчас начинается сезон, и все звонят и говорят, где-то там была ваша визитка, где-то знакомые, где-то как-то, то есть вот такая вот общественная деятельность и работа со многими-многими источниками позволяет привлечь клиентов. Также мы сотрудничаем с языковыми клубами, с языковыми школами, вот, с репетиторами, то есть, в принципе, много каналов, которые используем. А как вы, например, с репетиторами? То есть просто берёте, не знаю, там, сообщество репетиторов и прямо обзваниваете? Да, просто берём. И что, просите их рекомендовать вас? И мы им рассказываем, кто мы такие, мы им показываем, если хотите, давайте встретимся лично, вот. Вот, и, ну, естественно, люди просто так ничего не делают. А, то есть если по их рекомендации, то вы что-то им там платите, какой-то процент, правильно? Да, в принципе, да. Ну, то есть люди, естественно, не будут никогда рекомендовать просто так, потому что они все звонят. Даже врач никакую таблеточку тебе не выпишет, если потом он производитель этой таблеточки не получает определённый день. Вот, да, но при этом, как бы, мы максимально, ну, много времени на это затратим, чтобы мы показали, почему мы, как бы, а не другие. Итак, давайте подведём итоги, да, я думаю, что пригодятся вот эти советы людям, которые стартуют подобного рода бизнес. Итак, через сообщества студенческие, да, и в онлайне, и в оффлайне. Какие-то образовательные организации, которые существуют там на базе университетов и институтов, да, то есть вы прямо туда внедряетесь, рассказываете про себя, да, а вот какие-то объявления там позволяют вешать, например, там, на доску где-то, там, в фойе института или университета? Зависит, так, как договориться. Ну, договориться, в общем, можно, да? Да, в принципе, всё возможно. Не-не-не, это всё можно и просто так, всё зависит от именно переговоров. То есть ты приходишь, в принципе, да, молодые, но иногда это на руку тебе. То есть ты приходишь в вуз, студент, ой, классно, стартап, и, в принципе, преподаватели идут на контакты, и студенты идут на контакты. То есть в этом плане, наверное, если бы не было лет 45, я начала этот стартап, пришла в вуз, мне, наверное, не так было бы легко. Да, вот вы смотрите, какие прям плюсы, да? Главное, выбрать правильную нишу, можно не беспокоиться о своём возрасте. Значит, далее, репетиторы, предпринимательское сообщество, в которых вы участвовали, да, такая активная общественная жизнь. Вот это тот путь, на котором вы ищете себе клиентов. Ну, в принципе, да. Есть ещё такая вещь, как социальные сети, которые сейчас очень тоже... Так, вот, кстати, прям с языка сорвали. Вы уже упоминали, да, что одна из ваших фишечек, вы продвигаете себя через социальные сети. Постараемся, да. Ну, в принципе, сейчас много социальных сетей, да, где именно наша целевая аудитория, студенты. Мы встаём группы, мы общаемся, мы поддерживаем какие-то отношения со своими клиентами, да, прошлыми, бывшими отцами. Какая отдача, вот мне интересно, в «человеках», в кавычках скажем, вот сколько людей пришли через социальные сети? Процентов, наверное, 35, можно сказать, что пришли. Ух ты, и каждый третий приходит через социальную сеть? Да, практически. Вот точно, сейчас все говорят, грамотные люди, что самый хороший способ приучения клиентов — это оттуда. Да, это довольно-таки сложно, потому что, ну, допустим, лично мне, потому что я больше человек, который любит общение, именно такое живое, да, с живыми людьми, потому что внутри в интернете довольно-таки сложно. Вот, но это действительно работает, и люди доверяют тому, что там написано. А сколько времени вы проводите там для того, чтобы каждый третий пришел оттуда? На самом деле это по-разному бывает, да. Иногда бывает, там, с человеком переписываешься с зимы, да, и вот он сейчас говорит, что вот я готов. А иногда человек в первый же день пишет тебе ВКонтакте, и через два дня приезжает на договор. То есть мы именно стараемся сделать так, что не сидим и не ждем, пока вот мы дали объявление, и пока клиенты нас найдут и сами к нам придут, да. Мы сами пытаемся найти людей, которые в этом заинтересованы, то есть есть множество в социальных сетях групп просто про поездку, ну, просто, допустим, про Англию. Вот кто-то фанатеет, да, любит Англию, там, пишет блог и так далее. То есть и мы уже, соответственно, ищем людей заинтересованных, предлагаем им, говорим там, чем мы можем помочь. И очень часто, то есть люди сидят в соцсетях именно в поиске вот... Какого-то предложения, да, именно? Уже так прицельно. Так, у вас есть еще и Мальта, да? Какую третью страну вы прибавите к себе в ближайшее время, если есть такие планы? Просто интересно, кто третьим будет? У нас есть еще, как бы, Америка, да, Соединенные Штаты Америки, потому что мы с Натальей вот в ноябре ездили на целый месяц практически путешествовать по Америке, поэтому это та страна, которую мы еще изучили, поставили себе, как бы, в плюсик, поэтому несколько человек у нас уехало и в Америку, вот, именно в те города, где мы были, потому что мы не можем рассказать, что там в тех городах, где мы не были, и в тех школах, где мы не были. Вот, это будет все зависеть от того, в какую следующую страну мы поедем путешествовать и поедем смотреть школы, людей и общаться со студентами, потому что все идет от этого, мы не можем просто предлагать, потому что к нам приехал очередной маркетолог из какой-то школы и рассказал, как там все красиво, да. Хорошо. Значит, тут прислал Илья один вопрос. Если девушки уже много раз были в Англии, пишет он, значит, деньги у родителей есть, и немалые. С родительскими деньгами дело стартапа большого ума не надо. А как на свои? Вот такой вот вопросик вам. На самом деле, естественно, нам родители помогают, да, но при этом, учитывая то, что для начального, для стартапа, мы не вкладывали таких больших средств, то есть сфера услуг, да, она отличается тем, что она, в принципе, не требует больших вложений изначально. То есть буквально через месяц, да, после нашего старта, там, ну, уже к июню прошлого года мы уже смогли окупить как минимум аренду, регистрации, ну, там, регистрационные какие-то взносы и так далее. Хорошо. Давайте действительно расскажем, кто что стоит, да, вот так вот, для того, чтобы открыть подобного рода компанию в ваши годы, сколько нужно денег, что нужно вообще сделать и где не ошибиться. И, может быть, какие-то советы вы бы дали, то есть свои шишки-то уже, наверное, какие-то набили, да, при открытии чего бы ты ни было, всегда набиваешь их. Ну, по вопросам вложений, да, первых, вот у нас ушли вложения на регистрацию, да, на... Ну, это 10 тысяч рублей. Да, это 10 тысяч рублей, то есть это там, в принципе, ну, и то были какие-то там свои заморочки с документами. Да, мы выбрали ООО, потому что, ну, был опыт у меня, допустим, СП, вот, какой-то нет, ну, и всё-таки нас двое, поэтому у нас так 50 на 50 всё вместе, вот, поэтому выбрали ООО. Дальше были, нам нужен офис, вот это основной наш, в принципе, расход, и до сих пор... Да, причём такой презентабельный, более-менее, да. И при этом, да, потому что Англия, это всё-таки страна, куда едут люди с деньгами, и нам нужен был офис, и нам повезло просто. Первоначально мы нашли в субаренду себе в центре, хороший очень офис презентабельный, вот. А сколько метров, вот, если не секрет, и какие цены там могут быть? Там было, в принципе, 20 метров помещение само, да, но мы снимали всего один стол, никто об этом не знал, вот, в принципе. А другой стол, кто-то при вас сидел? А ещё там три стола были труфирмы, которые, в принципе, никто не знал. Мы сидели с Натальей за одним столом, вот, когда приходил клиент, мы перебегали, или я уходила, или она уходила, и мы говорили, что, ой, я нечаянно тут зашла, у нас, на самом деле, ещё один офис, есть тут вот один стол, вот. Ну, как бы, естественно, один стол нам стоил, там, входился в 12 тысяч рублей, вот, поэтому, в принципе, не таки... Но это было в самом центре, в отличном офисном здании, вот, как бы в этом плане нам... Слушайте, а, правда, никому же не приходила в голову такая идея, да, сначала снимать не целую комнату, потому что 20 метров аренды в хорошем офисном здании. Да, там порядка 40 тысяч было. Ну, да, иногда для стартапа, вот, это даже такая небольшая, казалось бы, цена, она дороговато, да. Особенно, если там один-два человека работают, а вот снять стол, это уже как-то вот... Хорошая идея, кстати, на самом деле, кому-то, если кто спросит, прям можно... Нет, а это ещё создаёт репутацию, то мы приходили, мы тут сидим вдвоём, и что, как бы, почему вдвоём, вот. Вот, а так у нас приходит, у нас семь человек, у нас компания, у нас ДК, да, как говорится. Карта Англии. Карта Англии, вот, поэтому всё создавалось. Серьезно карта Англии? Да, действительно, у нас... Я просто не знала, у нас... Нет, 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 нет. То, что приходит в голову сразу, да, глобус Англии, это рядышком. Вот, в принципе, вот это были основные такие вложения, да, там, сайт ещё был, так как мы это не умеем делать, пришлось заказать, то, как бы, старались тоже через стартаперов найти, кто ребята делают. Вот, и, в принципе, в основном, в остальном мы всё сами, первоначально бухгалтерию сами делали, потом уже в процессе появился свой бухгалтер, на аутсорсинге уже, вернее, не свой. Вот, какие-то дизайнерские вещи заказывали тоже на аутсорсинг, там, в рекламные бухгалтерии. Ну, короче, я так понимаю, за, там, за 50 тысяч вы не вышли, да, наверное, в первоначальных вложениях. То есть это по 25 тысяч всего лишь, да, и, в принципе, можно стартовать, и... Ну, я не знаю, там, такой вопрос, ну, сейчас сколько вы примерно зарабатываете от до, ну, вот так, если на год вот разделить. Просто интересно, сколько вот могут там две девушки зарабатывать, да, имея своё агентство. Ну, смотрите, мы просто стараемся сейчас в себе как зарплату платить, да, обычно средний рынок, чтобы мы зарабатывали 30-40 тысяч примерно, да. Остальное всё в развитии, да. Да, остальное просто нам нужно... У нас сезонный бизнес, пока вот этот год был, мы его очень сильно почувствовали, потому что зимой никому это не нужно, в принципе, да, там, особенно декабрь, когда Новый год, вот. И это как бы была наша небольшая такая ошибка, потому что был сильно простой, при этом за офис надо было платить, вот, людям, которые у нас тоже работают, в принципе, тоже надо было платить, вот. И в этом плане, конечно, ну, то есть сложно было, вот. Но остальные деньги, да, мы стараемся на развитие пускать. Ну, вот я не случайно, извините, что такие вопросы, да, просто действительно хочется обратить внимание наших слушателей, или тех, которые находятся вот в вашем возрасте, или тех, у кого дети в таком возрасте, когда они вам рассказывают о том, что невозможно заработать, там, 30-40 тысяч, и вообще ничего невозможно, и своё ничего невозможно открыть, вот, не надо никого слушать, всё возможно, всё можно, пожалуйста, открывайте, зарабатывайте, шевелитесь, крутитесь, всё будет хорошо. Да, на самом деле, просто люди, они ищут для себя отговорки, то есть очень многие ребята, с которыми, там, мы учились с Ксенией в институте, сейчас мы встречаемся, и они все говорят, ну, то есть, да, вам просто повезло, или да, ещё что, ну, то есть, это всё. Да, говорят, что родители, да, но, допустим, у меня вообще самые простые родители, нам не помогали родители в этом, в плане материальном, может быть, чем-то там, какими-то продуктами питания, когда был не сезон, да, и не хватало денег, но в остальном, в принципе, у нас бизнес сейчас окупается, мы зарабатываем столько, сколько среднестатический студент, в принципе, после выпуска, да, но мы видим впереди будущее, мы вкладываем то, что, то есть, нам надо на развитие сайта, нам нужно на развитие того-сего, вот, в этом как бы плюс. Во что вы хотите превратиться лет через пять? Давайте буквально сейчас на одну минуту прервемся, после этого расскажите, как вы увидите себя, свою компанию, какое будет по-вашему развитие, то есть, вот, если есть бизнес-план, да, то какие там должны быть показатели, вот, к 2016 году, получается, да? Через за одну минуточку мы вернёмся с тулью Финам-ФМ. Финам-ФМ. Реклама. ОАО «Сыктывкар Тисью Групп» – один из крупнейших российских производителей туалетной бумаги и бумажных салфеток. Планирует в конце мая провести публичное размещение акций на ММВБ и привлечь порядка 600 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на реализацию инвест-программы для увеличения объёма производства и выручки в два раза. Подробности и раскрытие информации на сайтах sgbi.ru и ipo.alor.ru. Эта бумага должна быть в портфеле каждого инвестора. Спасёт ли уход в тень от социального налога? Ответы на этот и другие вопросы в новостях на деловом телеканале «Эксперт ТВ». 24 часа, 7 дней в неделю, 9 часов новостей и 2 часа аналитики. Спрашивайте у вашего оператора. В АМТ-банке деньги при деле всегда. В компании появились свободные средства? Разместите их на депозит в АМТ-банке и получайте дополнительный доход. В АМТ-банке отличные условия по депозитам юридических лиц. Возможность снимать и пополнять депозит под высокие ставки. Досрочное снятие вклада с сохранением процентов. Мы подберём оптимальный вариант депозита именно для вашего бизнеса. 8 800 333 82 82. Звонок бесплатный. Депозит АМТ-банка. Актуальный модный товар. ООО «АМТ-банк». Лицензия Банка России 2820. ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНЫЙ СЛУЖБЫ 276 08 68. ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО. И ещё раз доброе утро. Ксения Пожитных, Наталья Бороденко у нас сегодня в программе. Две девушки, совершенно очаровательные. Им 23 года, но, как я уже говорила, выглядят они, наверное, лет на 16-17. Ну, при этом совершенно адекватные, умненькие и, по-моему, очень перспективные именно в смысле бизнеса. Ещё раз огромное спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. Так, год назад вы сделали себе компанию, да, которая называется «Райтам», образовательная программа за рубежом. Сделали себе, по крайней мере, два рабочих места по нормальной, адекватной такой рыночной цене. Да, платите сами себе зарплату. Вложили около 70 тысяч долларов, да, буквально через два месяца. Ой, ой, русли. Ну, это я так, извините. Да, 70 тысяч рублей, естественно. Купили буквально за два месяца, да, и сейчас успешно существуете. Мы с вами говорили о том, что есть программы не только для студентов, не только для взрослых, но и для детей. Мне вот этот момент, знаете, самый просто очень интересный, потому что у меня есть пятилетний сын, я собираюсь его через какое-то время отправлять. Я вот поэтому так присматриваюсь и хотела бы даже какие-то свои вопросы вам задать. Как не отправить ребёнка так, чтобы потом об этом пожалеть? Когда ребёнка отправляешь, это очень такое ответственное занятие. Как правило, его принимают женщины, да, вот с тех семей, в которых вы работаете, состоятельные всё-таки семьи, да. Как не прогадать, как не пожалеть потом об этом? Наташа, да, вы этим занимаетесь в основном. Ну, наверное, в первую очередь хотелось бы сказать, что ни для кого не секрет, что на детях не экономят, да. Поэтому если мы говорим, допустим, студенты, они могут поехать там жить где-то там в четвёртой зоне Лондона и там полтора часа тратить на путь от школы до дома, то с детьми другая ситуация, да. То есть не нужно, ну, то есть если действительно родители хотят отправить ребёнка и сделать так, чтобы ребёнок там нашёл новых друзей и остался действительно удовлетворённым, да, этой поездкой, не нужно экономить. Лучше сократить срок пребывания, там отправить не на месяц, а на две недели, да, но сделать так, чтобы это была хорошая школа. То есть, допустим, в Великобритании очень много детских программ проводится на базе престижных частных школ. В течение года в этих школах учатся британские дети, потом они на летние каникулы уезжают к родителям, и это время, оно как раз именно для летних программ освобождается для детей, для интернациональных студентов. То есть для детей это хороший опыт именно почувствовать себя, как учатся дети, да, именно в школе, да. Для кого-то многие дети загораются сразу тем, что они хотят в дальнейшем тоже и в школу, в институт, да, потом уехать в Британию учиться, вот. Вот, соответственно, школа, да, её престижность, соответственно, проживание. Конечно, можно выбрать проживание, там, 10 человек в комнате на двухъярусных кроватях, да. Можно, соответственно, выбрать, ну, не можно, мы больше, да, советуем выбрать там хорошую комнату, резиденцию, которая находится там в шаговой доступности от места обучения. Слушайте, а сколько из ваших клиентов готовят своих детей к тому, чтобы потом их отправить в обычную же школу, да, то есть не курсы, а именно обучаться. Ну и вообще готовят для будущего не в России. Не многие, но при этом... Ну сколько процентов примерно? Мне кажется, из детей, да, примерно процентов 10. Процентов 10, наверное. То есть не многие думают на такую перспективу. То есть те, кто изначально поставили цель, то, что вот мы хотим, чтобы ребёнок учился в ВУЗе, соответственно, это нужно думать, когда ребёнку там 13 лет, а не когда ему будет 16, он будет заканчивать школу, потому что нужно сначала прийти какие-то курсы, потом поехать там в школу учиться, и также есть там, так как система образования в Великобритании и в России, она разная, да, то есть года они соответствуют, нужно ещё один год после школы ребёнку обязательно отучиться в Англии, перед тем, как поступать уже именно в ВУЗ. То есть это нужно думать действительно заранее и строить такой план подробный. Ещё есть вопрос. Какой район Англии вы бы посоветовали, кроме Лондона? Ну в смысле вот образовать? Мы наоборот Ксении не советуем на самом деле Лондон, то есть действительно есть люди, которые очень любят большие города, любят столицы, там какие-то тусовки, то есть да, они едут в Лондон. Мы наоборот стараемся советовать какие-то регионы, которые находятся дальше, то есть это Центральная или Северная Англия, да, она не популярна среди русских студентов, потому что рейсы у нас прямые только до Лондона, и не все хотят потом с Лондона до Манчестера ехать на поезде, тратить на это время, да, и деньги, вот, поэтому, ну, за счёт того, что русских там меньше, и британцев там больше, да, чем в Лондоне, поэтому мы советуем на такие более отдалённые регионы, то есть вот Манчестер, Ливерпуль, то есть Северная Англия. А вне сезон очень хорошо в Брайтоне. Да? Просто замечательно. Я сама там была, это побережье, это морской воздух, но в сезон там будет очень... И русская речь. Нет, это летом, это летом. А, летом, да? Да, я говорю, не сезон, не сезон. Летом, конечно, там будет очень много. Ну да, английскому там особо не научишься. Хорошо, что вы напортачили при открытии? Напортачили мы, ну, не так много, но они всё равно были, были при открытии банка не очень хорошие, ну, то есть выбрали не то, что хотели, в принципе, да, можно было гораздо дешевле это всё сделать. Да, какой-то большой банк выбрали. Да, выбрали, конечно же, большой банк, вот, нам нужно... В котором просто за каждую бумажечку... Да, за каждую, где стоим, за каждую бумажечку, где стоишь по два часа в очереди, вот, то есть несмотря на там банк клиента и всего остального, все эти бюрократические вещи, да. Потом были такие вещи, как перечисление зарплаты и неуказание КБК, там, и различных реквизитов, то есть мы перевели на, там, 20 тысяч рублей в непонятно куда, деньги на социальные отчисления, вот, то есть они ушли куда-то, ну, вот сейчас пытаемся как-то их вернуть, но не знаем пока как. Вот, ну, то есть какие-то такие мелкие именно вещи, на которые совершив, ну, то есть поняв ошибку, ты больше вообще уже их никогда не совершишь, в принципе, ну... Ну, да, не начав делать и не начав совершать ошибки, вообще ничего никогда не начнёшь. Да. Да, давайте вернёмся к вопросу, который я задала до рекламной паузы через пять лет. Кто вы, что вы, как вы себе рисуете вашу перспективу? Ну, то есть я по поводу пяти лет так настолько далеко мы не смотрим, потому что это рынок, который, ну, как вот я лично считаю, он уйдёт больше в интернет в ближайшее же время, потому что рынок туризма и рынок вот образовательных услуг больше будет уходить онлайн, то есть люди будут самостоятельно бронировать, и, в принципе, функции агентства будут не так нужны, то есть люди развиваются, молодёжь вообще с интернетом на «ты», поэтому через десять лет уж точно этого всё не будет. Вот, а мы... То есть ваш бизнес бесперспективный? Нет, нет, вот именно конституционные услуги, да, но здесь в изучении английского языка очень много сфер, в принципе, да, мы очень тесно сотрудничаем с вузами, с языковыми клубами, которые здесь предлагают английский язык, и специалисты из Англии, с которыми у нас есть хорошие связи, они очень рьяно нас советуют нам продвигать здесь их предложения, да, и они готовы приезжать сюда и предлагать свои интересные программы, то есть есть такой план развития. Вот, у нас есть план развития на ближайшие три года, да, это продвигать уже эти конституционные услуги, но больше уходить в информационные технологии, применять какие-то новые способы и новые технологии, вот. Вот, но также у нас через пять лет есть, так, мы девушки, молодые, есть ещё семейная жизнь, не только бизнес. Вы оставите бизнес, когда займётесь... Нет, мы не оставим его, но как бы есть такое в перспективе, по-моему, рождение ребёнка, семья, вот, и какой-то переход на, возможно, новый уровень, на более высокие уровни бизнеса даже, потому что сейчас это такой стартап, это пробанные, это услуги, потому что хочется всё-таки создавать что-то, создавать какой-то продукт. А какой бы вы хотели создавать? Сами какую-то образовательную программу создать и продавать? По поводу образовательных программ ещё на 100% не уверены, но есть ещё и другие планы в плане бизнеса. Есть просто... Здесь мы сейчас очень много именно проверяем себя, то есть пробуем, учимся на своих ошибках, учимся управлению, учимся ведению бизнеса, то есть даже больше не то, чем мы занимаемся, а то, как. Для нас это важнее. Довольны вы собой сейчас, Наташа? Вполне. Вполне. Ну, как бы, вот лично я не совсем довольна, я когда смотрю на себя и сравниваю с другими, допустим, предпринимателями, но когда сравниваешь со своими многими ровесниками, которые не занимаются этим, тогда становишься довольны. Понятно. Смотри, с чем сравнивать, короче говоря. Хорошо. У нас в конце программы есть такая, ну, можно сказать, даже рубрика. Я практически всех гостей программ «Они из 2 лет» и прошу назвать одно слово, которое по-вашему, ну, в вашем случае это будет два слова, наилучшим образом характеризует последние 10 лет вами, прожитых в России, да? Ну, может быть, мы возьмём последние, может, 5 лет, потому что, ну, 10 лет для вашего возраста совсем уж много, может быть, да? Вот. Для начала давайте послушаем, как пример, Елена Мусалова, она тоже предприниматель, возможно, вы знаете, да, кто это, да? Ну, наверняка знаете, да, предприниматель, теперь уже миллионер, сооснователь сервиса коллективных покупок группон «Россия» ранее Дарбери. Давайте послушаем, что она сказала в программе, они сделали это, да, что для неё эти 10 лет. Потом, пожалуйста, ваша версия. Если честно, то слово, которое в голову приходит, это позор. Дело в том, что я училась два последних года в вышке на магистратуре прикладной политологии. Так вот, за последние 10 лет, наверное, единицы выпускников факультета прикладной политологии работают по специальности просто потому, что нет политконсалтинга, нет партий в человеческом понимании, нет политической системы. Ну и плюс, да, позор, мы закрыли глаза. То есть Навальный не закрыл, а мы закрыли. Ну, давайте каждый скажет по слову в конце программы. Для меня, наверное, это довольно-таки сложно, но я бы сказала, это спор. Потому что я спор между очень многими структурами. Я спорила в школе о том, что не нужно брать деньги за экзамены. Я спорила в институте со многими преподавателями, которые внушали мне теории, которые уже давно не работают. Спорила на работе по поводу бизнеса, что это нужно или это не нужно. До сих пор продолжаю со всеми спорить, отстаивать свои мнения. Удачи вам в этом процессе, Наташа. Для меня, наверное, это слово «цель». Потому что я считаю, что для того, чтобы человеку добиться чего-либо в любой сфере, нужно чётко знать, чего ты хочешь. Если ты просто хочешь, но не знаешь, чего у тебя нет, какого-то конечного результата, которого ты стараешься добиться и достичь, ты просто это делаешь впустую. Поэтому нужно каждый период своей жизни пересматривать и понимать, к чему ты идёшь, а не просто делать это, потому что сейчас этого хочется. Спасибо вам огромное. Приходите к нам как-нибудь ещё раз, скажите через 5 лет, какие у вас будут новые успехи, новый уровень бизнеса, может быть, какой-то продукт, который вы будете создавать сами, а не только заниматься сервисными услугами. Я, по крайней мере, вам искренне этого желаю. Итак, у нас сегодня в программе были две девушки, которые год назад вложили всего лишь 70 тысяч рублей, через два месяца окупили, создали себе два рабочих места, успешно сейчас работают, их стартапы уже целый год, они продают образовательные услуги за рубежом. Думаю, что действительно у вас это, может быть, не последний стартап, но будем надеяться, что и этот, и все последующие будут более чем успешны. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ксения Пожитных, Наталья Бороденковна сегодня в программе, основательница агентства по образовательным программам за рубежом РАИТА.